К другим темам. Новые технологии в земледелии и ранние экологически чистые овощи к столу жителей Юга России и других регионов. Именно по такой схеме сейчас работают христианское фермерское хозяйство Прохладинского района, занятые овощеводством. В Кабардино-Балкаре насчитывается свыше 1600 фермерских хозяйств. Об одном из них наш специальный корреспондент Сафар Гриф. Ранеспелый лук, при котором мы обычно его сажаем, потому что он уходит по нормальной цене, и это большой подспорь для арендаторов. Кроме лука у нас есть клин сладкого перца болгарского, помимо этого картофель, была капуста, капуста ушла по нормальной цене. Три десятилетия назад картина выглядела по-иному, говорит фермер Керс Юн. До основания был разрушен колхозно-совхозный строй, а вместе с ним и превышенный образ жизни людей. Тогда на пионеров фермерского движения смотрелись явные настороженности. Однако Керс Юн рискнул, и сегодня он глава преуспевающего хозяйства. Арендовав у администрации пролетарского 100 гектаров земли, фермер засеял зокоурожайными сортами зерновых и овощных культур. Ну а главным помощником в этом непростом деле стал дипломированный специалист, сын Игорь. Я окончил менеджмент, в связи с чем? В связи с тем, что сейчас для того, чтобы достичь успеха в этом деле, мало того, чтобы уметь просто вырастить. Надо уметь это реализовать. В последние годы Керс Юн серьезно взялся за внедрение новых технологий. В частности, освоил метод капельного вращения овощных культур, что окупается с тарицей. И применяет исключительно семена высокой репродукции, обеспечивающие хороший экономический эффект. Затраты на один гектар немалые, от 100 до 150 тысяч рублей. Что нужно для того, чтобы они окупались? Овощевод с 50-летним стажем Керс Юн знает точно. Развитие инфраструктуры сервисной по сельхозпродуктам. То есть это реализация, хранение, переработка. Вот этот замкнутый цикл, она бы всегда приводила бы к нужному результату в сельском хозяйстве. Хотя эта сфера очень такая рискованная. Но именно вот это вот. Я знаю, что в республике строится овощохранилище, которое мы очень ждем. Ждем вот этого встречного шага создания именно плодоважных хранилищ. И потом создание холдинговой компании по реализации этой продукции. Сейчас фермеры Прохладинского района обеспечивают работу около 3000 человек. В одном только пролетарском насчитывается 100 малых хозяйств. Местные власти поддерживают экономически выгодные инвестпроекты аграриев. Довольно эффективно работает районный фонд поддержки АПК. Но сельским аграриям, чтобы выжить и эффективно работать, необходим надежный партнер в лице перерабатывающей промышленности, которая по разумным ценам закупала бы весь ассортимент производимой здесь продукции. И одновременно она осуществляла бы поставку материальных средств для сельских тружеников. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести. Кабардино-Балкария.